приветствую всех зрителей youtube канала калибр сегодня с нами в эфире руководитель центра исследования южного кавказа фархат мамедов здравствуйте фархат мы очень рады видеть вас снова здравствуйте мурат спасибо большое за приглашение фархат в первую очередь мы коллектив калибра хотел бы вас поздравить с получением ордена долстых который вам был вручен послом казахстана в азербайджане от имени президента казахстана кассом же марта такаева спасибо большое за поздравление это действительно высокая награда дослух орден 2 степени вот за вклад вот в азербайджан казахстанские отношения я выразил благодарность президенту казахстана кассом же марта кимилович и друзьям коллегам партнерам в принципе за счет кого и все это происходит этот обмен мнениями информации взаимная поддержка вот та искренность которые есть во взаимоотношениях ну и это накладывает определенное так скажем обязательство да в позитивном смысле этого слова чтобы продолжать на том же уровне участвовать вот в этом диалоге на экспертном уровне на уровне гражданского общества поддерживать эти связи между государством пока но мы также знаем что вы недавно участвовали конференции в ташкенте могли бы вы подробнее рассказать немножко об этом мероприятии в чем была его цель содержание мероприятие в узбекистане проводилась со стороны института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики узбекистан данная структура функционирует непосредственно как вот структурная часть да то есть руководитель этого института является заместителем секретаря совета безопасности республики узбекистан то есть там есть и научная и прикладная да скажем так деятельность вот этот институт он очень авторитетный институт плюс был университет также немецкие партнеры участвовали ну большая конференция была порядка 40 иностранных представителей и мы обсуждали процессы центральной азии в основном это тема центральной азиатской идентичности и процесс вокруг региона который влияет на ну главный постулат конференции конечно заключался в том что все предрекали центральной азии войны после распада ссср это в основном по теме определения границ там очень сложные участки есть до фирганская долина где все переходит друг друга вот плюс тема распределения водных ресурсов по этим двум темы предрекали региона войны и катастрофы и так далее но как мы видим в течение вот этих более 30 лет страны лидеры этих стран они стараются находить механизмы взаимодействия друг с другом и честно сказать они даже вот обсуждая все это дело они очень много говорили о том что нужно сделать еще но в моем выступлении я сказал что вот ваша инициатива ваши форматы они уже являются примером для мира и в частности для нашего видео потому что формируется центральная азиатская идентичность формируется на первая пятерка до 5 стран региона потом еще плюс 5 плюс это показывает что сперва не решает вопросы не то что решает они обсуждают вопросы внутри этой пятерки а потом уже идут на региональное взаимодействие с внешним партнером плюс этот формат не ограничивает внешнюю политику стран это очень важный это не блок это не война политический блок это не экономическая какая-то союз и так далее это политические консультации чтобы во первых снизить уровень напряжения в отношении друг с другом и увеличить взаимозависимость увеличить партнерство увеличить товарооборот политические консультации и так далее а с другой стороны не быть вовлеченными в проекты так сказать до внешних игроков или же не быть используемо внешним актером против своих соседей это очень важный элемент до чего не смогли как бы это их большое достижение вот и рассматривали это также как бы в узбекистане это было символично потому что географически это единственная страна региона который имеет границы со всеми странами региона хотя это создает для узбекистана например издержку в виде double landlock country то есть есть landlock страны как азербайджан мы должны не имеем прямого выхода к морю а узбекистан это double landlock country то есть чтобы достичь до мирового океана им нужно пройти через две страны из севера из юга и запада с восток плюс этой инициативы шавката мигзиоева президенту узбекистана по решению вопросов соседей то есть это и исторические решения по границе с казахстаном это получение отношений ступни станом еще лучшее отношение там увеличение там уровня взаимоотношения до союзнических с казахстаном и решение вопросов таджикистана там по теме воды и тогда это очень важные инициативы вот плюс конечно же мы еще добавили то что в этих консультативных встречах пятерки участвовал и президент азербайджанской республики это важный элемент это не 5 плюс это как бы вот консультативная встреча стран центральной и меня меня даже как-то порадовала о том что об этом отдельно высказался представитель таджикистана то есть вроде бы по центральной азиатской теме мы так или иначе взаимодействуем с тюркоязычными странами с тюркскими странами в рамках от ага но когда идет тема центральной азиатской античности здесь вот все четыре страны тюркские страны центральной азии они всегда говорят нужно вот карта статьи странам об этом говорить потому что это мы рассматриваем как отдельная географическая идентификация как региональная идентификация вот это отдельно центральная азиатская тема отдельно вот и символично также что президент азербайджана впервые участвовал консультативную встречу центральной азии которая проводилась душам таджикистана и на конференции представитель таджикистана директор центра при президенте он это особенно отметил что и азербайджан же вовлекаться в эти процессы как важный партнер торговый партнер и вот эта логистическая там цепочка через регион и тогда то есть обсуждение были очень интересные очень важные я сказал бы я думаю что мы будем продолжать и повышать количество контент информации о нашем регионе и вовлекаться в центральные азиатские процессы потому что там намечается бурный рост экономики плюс логистический потенциал он приобретает новый импульс посредством железа дороги к иргызстану избекистан ну это очень важно соседи и партнер азербайджанской республики кстати фархат вот вы упомянули что региону предрекали недалеком будущие не очень спокойные так сказать времена те контру противоречий которые намечали твоих упомянули это вот в том числе и водные ресурсы вот не могу не вспомнить про относительно недавние к сожалению инциденты между кыргызстаном и таджикистаном в этой связи а насколько я могу наблюдать со стороны стороны преодолели противоречия вы могли бы как эксперт вот нам рассказать что происходит сейчас между странами ну скажем так без противоречия не обходится здесь есть и страны которые являются членом евразийского экономического союза это кыргызстан и казахстан есть страны члену дакабе это таджикистан кыргызстан и казахстан узбекистан которые являются таким активно активный нейтралитет но нельзя классический нейтралитет как у туркменистана вот это я называю пассивным нейтралитетом да то есть вообще нигде не участвовать в какой-либо форме или же избирательно участвует где-то у узбекистана активная позиция схожая принципе с оппозиции азербайджана о приоритете двухсторонних отношений о вот формирование своих внешнеполитических приоритетов более как бы вне блок вне блоком мы шли и не случайно что узбекистан стал член движения непросоединения и вот собирается в принципе после уганды возглавить эту международную структуру по моему это будет следующем году внутри конечно региона есть и противоречия достижения но мудрость до лидеров на нынешнем этапе она состоит в том что они сконцентрированы в первую очередь на увеличение достижений потому что какие бы ни были противоречия проблемы и конфликта по определенным тем если они остаются в синие очень качественного политического диалога большого товарооборота большого уровня взаимозависимости то эти противоречия не не переходят в уровень конфликта и прямого противостояния они остаются на уровне противоречий которому можно отложить или же начать их регулировать путем там компромисса и тогда как это сделано например узбекистан скрыгистан то же самое касается таджикистана скрыгистан по внешнему периметру да там есть определенные значит то что противоречия но опять же все это решается и обсуждается в рамках консультативной встречи вот я об этом говорил это очень важно для нашего людей есть противоречия например большие между таджикистаном и внешним актером как афганистан но мы видим как узбекистан налаживает отношения с афганистаном стали стали не случайно что и азербайджан вовлекается в этот процесс и представитель министерства экономики азербайджана заместитель на тот момент он был заместителем министр экономики совершил визит в кабул вместе с министром экономики республики узбекистан узбекистан может сыграть стабилизирующего в отношении между таджикистаном и организм может сыграть на каком-то этапе то есть мы должны понимать что там конечно не все цветет и пахнет но есть понимание того что вот есть рамки в некоторых если они выйдут за эти рамки будут большие проблемы как внутри региона так и увеличат вот эти пустоты и бреши для вовлечения внешним фактам вот это очень важно на сегодня есть понимание того что внутри региона они должны решать вопросы сами обсуждать а уже во взаимоотношениях с внешним миром и так далее есть независимая политика каждого государства но в рамках консультации с партнерами и соседями вот эта формула я думаю на сегодня она создает благоприятную атмосферу в самом регионе она минимизирует угрозы рисков для региона и увеличивает атмосферу от этого доброжелательности в реализации проекта в развитии инфраструктурные экономические так я думаю что они будут выбрали оптимальным форм взаимодействия на сегодняшний день чему и мы в южном кавказе должны присмотреться хорошо что на конференции были представители армии так сожалению что не было представителя грузии да но вот я думаю что они тоже услышали очень много интересного по региональным по региональным вот этим элементам но грузины не приехали на конференцию ташкент зато вы поехали в грузию расскажите о чем было мероприятие буквально вкратце пожалуйста и эти события как-то тематически связаны между собой центрально азиатская грузинская тематически они не связаны это больше конечно грузии это было двустороннее обсуждение двусторонних отношений и в рамках значит эти встреч которые там мы проводили с нашими друзьями партнерами коллегами главное было понять предвыборную ситуацию стране во вторых понять как разные политические партии участвующие предвыборными тогда на тогда это компании относятся к взаимоотношениям с азербайджаном и хочу сказать что и правящая партия да и большая часть оппозиционных партий она вот демонстрировала позитив в отношении азербайджана это устойчивые связи это очень глубокие связи просто я заметил одну вещь что правящая партия как-то более ясно об этом говорила из своей предвыборной кампании и так далее нежели вот некоторые оппозиционные партии которые об этом подразумевали но об этом мало творили вот я думаю что это тоже одно из упущений оппозиционных партий которые они больше говорили о западе меньше говорили о соседях вот поэтому это как-то вот это как-то вот я заметил следующий элемент мы конечно не говорили о прошлом вот но мы говорили о том что тот уровень взаимоотношений между азербайджаном и грузии он уже воспринимается как норм хотя это результат чрезвычайной деятельности то есть и трубопроводы энергетическая безопасность транспортный коридор вроде бы до транспортный коридор это всем выгодно но вот видите какие проблемы у нас с огнение с той же с тем же самым ираном и мы понимаем насколько важно иметь транспортный коридор через грузию пример что вот как это получилось потом получилось это тоже через препятствие помните да американцы не финансировали этот проект отказали всем своим финансовым институтом не финансировать баку тбилиси как ну построен он функционирует были проблемы их решили опять же на двусторонней основе никто вот в ней не вовлекался в этот процесс я думаю что это мы должны всегда продвигать плюс понимать перспективы наши взаимоотношения понимать ту роль которую мы играем потому что геополитическое и геоэкономическое содержание нашего региона на 90 может даже 95 процентов состоит во взаимоотношениях азербайджан и грузии кто бы какие бы там оси не чертил какие бы там мифические транспортные коридоры не проводил которых нет в реале но есть на бумажке и в мультиках кто бы что бы ни делал на сегодня геоэкономическое и геостратегическое геополитическое все содержание региона она в отношении между азербайджаном и грузии это вектор восток запад в основном по севере в югу если через наши страны что-то не пройдет это не это не является северным югом потому что мы закрываем и север и южную часть покрываем вот поэтому мы должны относиться бережно к этим отношениям двухсторонним отношениям развивать их конечно же там где получается и так далее и поддерживать в смысле государственных межгосударственных отношений эта поддержка должна быть постоянной вы с вами телеган канале также коснулись этого вопроса я имею ввиду визит премьера орбана в тбилиси вы коснулись очень много разных аспектов этого вопроса о том что как это касается юридических коллизий это было особенно интересно но я предлагаю а того кто может представлять яросоюз я предлагаю об этом вернуться чуть позже когда мы будем обсуждать азербайджан и армению а сейчас непосредственно по факту как по-вашему визит орбана это такой мощный акт поддержки грузии ее суверенитету со стороны кого со стороны органа да да со стороны органа да это мощная поддержка ну каждый иностранный лидер совершает визит на следующий день после выборов значит в страну да в иностранную страну притом если это не заявлено и обычно в предвыборной кампании никто никуда из гостей зарубежных не летит так что это не не нормально так скажем вот с другой стороны да это демонстрация того что вот орган он продвигает эту идею многие говорят опять эти конспиролог конспирологические теории что это человек россии там и так далее ну нужно понимать да орган да это лидер венгрии но на последних выборах европейский парламент он возглавил уже общ стал лидером одним из лидеров общей европейской политической силы которую набрала достаточно неплохое количество голосов десятки депутатских мест в европейском парламенте и вот эту идеологическую линию в европе поддерживает грузинская мечта которую в свое время попросили из крупнейшей общей европейской политической организации значит и пипи это европейская народная партия из тех пор у них отношения ужасные и они вот вступили в ряды как бы не то что вступили сотрудничают с органом и как премьер-министр и как лидер вот этого консервативного движения в европе потому что грузинская мечта стремится в европейский союз но пример по примеру органа то есть более самостоятельно и со своими правилами и стремится дискутировать о том что если вы считаете что вот эти 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 пункты наши эти законы не соответствуют европейскому пути вы должны это доказать что такое общеевропейские ценности у вас этот закон может быть а у нас его не может быть там и по лгбт и по иностранному влиянию и так далее это все дискутируемый тем и грузинское правительство насколько я понимаю они хотят европейской интеграции но не в таких ускоренных темпах да плюс чтобы это не было бы геополитически как бы мотивированным делом а мы заметили что госпожа усила фон берлиан в прошлом году декабре когда предоставлялся статус кандидата в европейский союз грузии она сказала что это геополитический шаг а если этот геополитический шаг делать европейский союз в нашем регионе соответственно ответные шаги начинают делать и другие актеры в этом регионе то есть получается значит странная картина да европейцы думают что они будут делать чего им за благорассудится в нашем регионе чертить какие-то линии а вот страна в отношении которой это делается она не будет использовать это своих интересах или же правительство этой страны не будет использовать это своих интересах и ванишвили это использую на полную катушку дали статус кандидата прекрасно мы исполнили все что вы хотели для этого нет значит так можно можно начать пойдем еще дальше если у господина иванишвили так называемый шлагбаум для входа в регион он будет его использовать по максимуму потому что европейцы создали для этого условия своим этим шагом и его логика она понятно то есть в этом отношении что во первых инстинкт самосохранения как политических сил во вторых он повышает субъектность грузии и в отношениях с европейским союзом там у него оба значит как его там партнер и в отношениях с российской федерацией и в отношениях соединенными штатами америке это он создает новые реальности которую нужно будет учитывать для взаимоотношений с грузии в будущем приведет это к позитиву негативу это уже как бы грузинский кейс мы будем следить главная задача азербайджана поддерживать грузию как главного партнера стратегического партнера в рамках нашего региона все иванишвили так не иванишвили то если сегодня иванишвили азербайджан будет взаимодействовать с этим правительством на самом высоком архат с вашего позволения хотелось бы перейти армян азербайджанского урегулирования но прежде чем мы перейдем к обсуждению вот самых актуальных вопросов связаны связано с недавними событиями я вот пока не не забыл хочу задать такой вопрос вот какой вопрос более общего характера я вот помню еще несколько месяцев назад в числе наших требований к еревану имелось и такое я сейчас вольно это это не записано конкретная вольно это на по памяти вам передам перестать поднимать международных инстанциях иски связанные с карабахом употреблять международные дипломатические переписки арменизированные топонимы карабахского региона да и прочее вот сейчас я заметил последнее время мы об этом не говорим вот означает ли это что ереван перестал это делать или просто на первый план выступили другие вопросы знаете есть тема которые находят отражение в мирном договоре а есть тема которые вот должны решаться ну вот это как можно каким-то договором это все урегулировать это нужно решать решаться вот на устном уровне конечно вот и не тема даже минской группы области ну как это прописать взаимоотношения том же самом мирном договоре и но это может быть может быть на уровне совместного заявления администрации алиева и пашиня к примеру этот это можно сделать ну вот такой элемент он очень важен и в принципе это результат нашей внешнеполитической деятельности вот и тема западный азербайджан и тема зангизурский коридор и так далее не хотите слышать этого перестаньте употреблять там на горну карабаха отцах и так далее там тема так называемые мифической этнической чистки и так далее это это все можно обговорить и как минимум на государственном уровне государственной переписки документах и так далее приостановить все это возможно но это требует вот атмосферы доверия которая формируется за счет достижений она не формируется за счет того что там встретились 10 раз 15 или 25 если дать есть достижения осязаемые вот тогда да это доверие формируется и дальше можно уже вот доходить до этих уровней далее где мы уже можем обсуждать что да вы не используете этот термин государственная переписки а мы не используем этот в общественном дискурсе извините мне никто не сможет в директивной форме сказать чтобы азербайджанцы не использовали там логи например они называют лору пэмбэк там или же там ну и другие названия да там гарателься там капангафан и так далее это никто или и то же самое там на общественном уровне там а в армии например за я за последние несколько месяцев не вижу заявлений общественной организации шерван как там было помните да шерван гардман еще там что-то было нахидживан или что-то такое вот я дал google поиск и последние три месяца не увидел ни одного заявления они помните как дышали да все это этого нет то есть мы можем пройти через это это требует осязаемых решений четких решений межгосударственного по этого уровня доверия и принятия соответствующих решений со стороны лидеров на государстве в общественном дискурсе это займет очень много ну шо шархат одно из последних событий связаны с регулированием это такое я бы сказал одиозное интервью посла франции в армении оливье декотини по-моему даже франция в свое и так сказать враждебности к азербайджану еще никогда не доходило до столь ультимативного тона а просто просто черным по белым сказал что азербайджан обязан подписать мирный договор с армении до коп-29 но прежде чем мы перейдем к непосредственно декотини я бы хотел такой сравнить это с посланием джо байдена ведь в более мягкой оболочке нотки ультиматума звучали и в его письме да он как бы также увязывал форме призыва она не ультиматума так сказать просил баку так сказать принять во внимание вот эту коп-29 как который якобы накладывает на нас какие-то международные обязательства но при этом что я заметил не в письме но в письме тем более этого не могло быть а вот вы в интервью декотини если выражаться юридическим языком обозначена диспозиция но нет санкции скажите а какие-то рычаги влияния на ситуацию с контексте климатического саммита вот имеет вот тоже франция что будет если нет здесь идет ток приедет не приедет французская делегация то но они обозначили министра там по экологии которые занимаются главой делегации при том это за понимаете для чтобы для зрителей было ясно потому что я вижу что идет и спекуляции и со стороны вот этих блогеров которые засели за рубежом и так далее коп это климатическая конференция организация объединенных наций и ее организовывает азербайджанская республика совместно с организацией объединенных наций и приглашают всех да вот все страны члены оон должны быть приглашены на эту конференцию это идет приглашение уже от он от азербайджанской республики и так далее то есть это по умолчанию хотим мы этого или не хотим все должны быть приглашены и президент российской федерации и там лидеры папуа новой гвинеи и макрон и там армения и так далее вот вот как то так поэтому и со а уже страна сами решают на каком уровне они будут участвовать плюс все кто подписался а под эту климатическую и вот они приглашать извиняюсь не все члены а все кто подписался вот под эту декларацию вот здесь подписались то они все да этот всем идет приглашать они сами же решают как будут участвовать интервью посла франции во время была удивительная одна вещь что я не заметил в пропашиняновских пабликах какую-то ссылку на этот интервью вот именно на это интервью на завтрашний день он посетил там зангизу значит западной сюникской области армении и там сделал какие-то заявления это пошло а вот интервью она не было я хочу добавить к вашим словам что я тоже был удивлен потому что а только ссылки которые дали вы в вашем телеграм-канале мы смогли найти это интервью больше нигде не было его абсолютно спасибо внимательным читателям которые извещают меня на таких вещах я тоже мониторе но вот это вот я должен ответить что касается интервью знать вот казанская встреча состоялась письма байдена есть какая-то какое-то движение все это признают по границе принят документу опять процесс набирает какой-то импульс набирает такое движение франция выждала определенное время и устами своего посла на прошласть заметьте прошласть по всем пунктам армян азербайджанской повестки и даже по тем которые например не находят отражения в тексте мирного договора в официальных в официальных речах и так далее он что сказал и тему которую вызывает раздражение у азербайджана он что сказал мирный договор до копа байден в письме пишет до конца года эти говорят до копа обязательства обязательства азербайджан я не понимаю какие обязательства покажите бумажку что вот какой-то бумажки где подписался азербайджан азербайджанской республики написано что значит до коп оказывается это такая конференция где заключаются мирные договора и мы значит должны подписать мирный договор исключительно до копа зачем нигде же этого нету такого обязательства они придумывают эти обязательства помните да вот это придуманное обязательство что азербайджан не будет использовать силу карабахи после 2020 года они сами себя убедили в этом когда мы сто раз говорили что там вооруженные люди если вы нам это говорить хотя бы один расскажите что карабахи не может быть вооруженным сил которые не подконтрольны например официальному баку хотя бы в этой формулировке скажите что демилитаризация там должна быть выведены тяжелое вооружение ниже этого не говори и кто поверит что в этих условиях азербайджан мог взять такую обязательство и здесь этого обязательства нет это во-первых это расхождение между французской и американской значит повесткой французской наиболее по миссии ес он говорит она будет увеличена в два раза и пролонгирована еще хотя официальные представители армении говорили о том что они заинтересованы еще один очень важный по миссии ес когда идет уточняющий вопрос журналиста о том что а вот как у как у какое решение будет принято он не сказал что решение будет принято столице армении вырываем они же должны обратиться он сказал что решение будет приниматься брюссель то есть мы видим с одной стороны очень удручающую картину что в борьбе за повышение своей субъектности во взаимоотношениях с российской федерации армении вот сколько забирает восстанавливает свои субъектность суверенитет свою в той же самом количестве отдает свою суверенитет ирану и той же самой франции когда лидер ирана может свободно на встрече с пашиняном сказать что загезовский коридор не в интересах народа армении а французский посол может сказать что решение принимается по миссии есть только в брюсселе что она должна быть увеличена два раза этого же нет уже в армянском дискурсе на силу они знают что вызывает раздражение азербайджан если мы идем и смет гаджевшу сказал помощь президент азербайджан почему они там миссии с только на наши границы потому что так задумывалось что они будут помогать технически там со стороны армении создавать атмосферу безопасности в процессе делимитации демократии если мы ее начали и использовав двусторонний формат и использовав этот фактор пашинян попросил российские войска убраться с территории значит приграничных с азербайджаном потому что есть такое понимание что на в процессе демимитации демокрации на границе с азербайджан чтобы не было бы внешних сил вот есть такая подход и он использовал этот подход селективно попросил российских пограничных ручей они ушли а эти там что делают почему мы концентрируем внимание в наших и в калибре это везде что эти же приходят на границу и начинать биноклями смотреть нам говорят а что они делают безоружные биноклями смотрят и так далее я отброшу в сторону информационную часть что они и посол франц об этом говорит что мы создаем там элемент безопасности для местных армян что вот возможно атака азербайджана и так это мы оставим в стороне окей это пропаганда но фактически же фактически эти люди приезжают на нашу границу смотрят в нашу сторону и являются непосредственно на границе почему мы показываем они могут быть пяти километров десяти километров но они появляются прямо у границ у нас нет разницы между российским пограничником и представителем европейской миссии мы это хотим донести вот этими видео которые демонстрируются наших средствах массовой информации что мы не хотим видеть на наши границы с армией никого кроме граждан армении помет вооруженных сил там пограничников армении тогда что процесс шел бы вперед а только а что так получается сегодня одни завтра другие для нас нет разницы там российский флаг или же флаг вес мы это хотим объяснить и армянским коллегам партнерам и так далее и соответственно вот их покровить что если мы идем по это двусторонки то это должно быть не только в кабинетах во время встреч вице-премьеров министров иностранных дел резидентов и премьера но и на земле там не должно быть ни как вот и нас эти обязательства есть миссия есть пусть будет в армении они все равно обосновались города же они раньше брали в аренду до помещения а сейчас уже как дипломатические представительства их покупают потому что получили дипломатический иммунитет это вот так они укореняются этому же мы противостоять не можем абсолютно но пусть занимаются где-то играются пусть где-то в другом месте да они на непосредственно на границу приходить бинокном смотри ну извините меня поэтому мы их называем разведчиками потому что мы видим что он разведывает информацию уже не просто а паркат а какие еще элементы интервью это декотини вы бы отметили особо да еще одна тема да еще одна тема эта тема армян карабах фактически журналист задает то есть он говорит о помощи значит армян карабах который они оказывают правительстве и так далее и журналистка ему дает уточняющий вопрос что правительство это уже не поднимает эту тему в отношении с азербайджаном и так далее а он говорит что правительство можно поднимать а для нас это тема которую мы будем продвигать на международной армии и да он там признается следует признать что на сегодня нет условий для возвращения армян карабах он это говорит поэтому мы оказываем поддержку чтобы они бы обустроились во мне но эта тема опять же эта тема она остается в нашей повестке как международная тема это мы будем на ней педалировать это в принципе увязывается вот с американской да вот этой обрайновской триады целей которую он озвучил тогда в конгрессе помощь армении мирный договор с азербайджаном и армян карабах это такой селективный подход в общем запада и вот сегодня на этом интервью посол франции тоже фактически говорит что да мы должны спевать мы обеспечили уже помощь экономическую финансовую военную вот сейчас вот мирный договор к коба а после коба мы начнем вот терпеть эту тему там будущие годы тема армян карабах а что в азербайджане этого не понимаем поэтому я думаю что и наша активность по теме западного азербайджана она должна восприниматься это это месседжи как и армении и армянскому так и ее покровителям что в азербайджане все это прекрасно понимают да и если вы будете педалировать эту тему мы будем педалировать тему западного азербайджана и это будет уже и на территориальном уровне и на уровне в плоскости значит прав человека потому что мы селективного подхода не воспринимаем если вы идете по теме прав человека гуманитарный элемент конфликта пожалуйста все азербайджанцы в армении все армяне в азербайджане вот все кто жил и так далее вот они жертвы давайте обсуждать это если вы хотите обсуждать армян в отдельной части азербайджана это карабахи мы будем предлагаем обсудить там выбрать какой-то регион слава богу азербайджанцы жили во всех регионах значит армении опять же там патолога пенбеке до гафана выберем какой-то регион будем говорить эти подходы у нас полностью зеркальные и азербайджанцы дипломатия готова к этому всему делу вот но мы хотим просто показать что усложнять эти отношения ни к чему хорошему не приведет абсолютно пора закрывать эту страницу нашего взаимоотношения так получилось мы не виноваты мы предлагали все это время все что случилось здесь в основном вина в агрессивной политике армении из странах которые не то что не укоряли ее за эту политику а наоборот поддерживали если мы идем на мирный договор как вы этого желаете мы должны закрывать эти темы закрывать эти страницы и смотреть вперед если же нет с постоянно оглядываться назад то это ни к чему хорошему не приведет будущее я как уже сказал ранее хотелось будут вернуться к вашей заметки на вашем телеграм-канале мнение fm касательно визита орбана в тбилиси и там вы проводите аналогию а вы упомянули что значит лидеры евросоюза поспешили откреститься от своей причастности к этому визиту сказали что он не представляет европейский союз и провели аналогию с гранатским заявлением подписью под под ним шарли мишеля и возможно он тоже не имел никаких полномочий да как это происходит юридически каковы правила и вы подвесили такую интригу а ответа я там не нашел а может быть наши как по-вашему или может вы знаете наши юристы уже изучили этот вопрос мы знаем ответ имел ли он право подписывать этот документ вы знаете я старался это узнать брюсселе когда четкого ответа нет есть избранные лидеры стран например тот же самый мишель и шанс макрон и шанс который подписали у них есть эти полномочия у мишеля урсула фон дер ляй да ее избирают значит европейский парламент верховный комиссар она вот например пришла и подписала документ о стратегическом значит взаимодействии с азербайджаном сотрудничестве в области энергетики то есть парламент утверждает премьер-министр и премьер-министр европейской комиссии он значит принимать решение должность шарля мишеля это совет его выбирать лидера стран и делегирует ему определенные полномочия он когда можно сделать заявление можно сделать значит совершить визит как орган да что он делает совершать визиты там москву в китае там к сша и к байдену там может зайти их трампу может зайти вот европейцы сразу выходит там эти эти министры разные там верховный комиссар баррель когда что а вот визит москву это не он там не как председатель значит венгрия же на 6 месте в председательстве европейском союзе как страна что это не наш позиция хорошо а когда шар мишель подписывал гранатское заявление он получал согласие ведь это же не устное заявление это не визит как орган это документ для нас этот документ важен в том смысле чтобы понять как выстраивать отношения с европейским союзом если этот документ создает рамки для подхода европейского союза например вот есть новая чиновница магдалена грома вместо той рукава вот когда она прилетит в азербайджан или же будет взаимодействовать с азербайджан гранатское заявление и подпись под ним шарлен мишель создают для нее рамки которыми она должна руководствоваться то есть она должна прийти сказать я буду обсуждать только безусловное возвращение армянку раба почему потому что это нашло отражение в гранатском заявлении которого подписал непосредственно мой руководитель шарль мишель вот это для меня интересно как эксперт или же они дезоруируют это письмо просто шарль мишель никак не сменится в европейском союзе я ожидал это в сентябре но и процедуры как-то затянулись все сюда он все еще сидит фильм был уходя уходи да и и пока что нет ясности в том кто его заменит вот вроде бы уже комиссию утвердили урсула фон дер ляйен вместо барреля министра стран дела эстонии она уже тоже входит как бы должность а кто будет вместо шарли мишеля непонятно вот например с уходом шарли мишеля это рамка этого заявления или же это подпись под этим заявлением она такое же актуальное будет для магдалены грон или же нет тоже вопрос вот в этом отношении процедурно для меня не ясно например президент азербайджанской республики подписывает документ министр иностранных дел азербайджанской республики не может выйти за рамки те рамки которые написаны в этом указе или же там распоряжение президента азербайджанской республики то же самое касается сша и так далее в европейском союзе я пока четкий ответ на этот вопрос я получить не смог что с подпись шарли мишель это во первых он согласовал ее с советом европейского союза получал разрешение подписываться под это это не устное заявление я повторяюсь но это специально не устное заявление не визит какой-то какого это подпись и если вот эту же подпись стоит это создает последствия рамки для чиновников потому что это важно чтобы понимать как мы можем продвигаться в отношениях с европейским союзом азербайджан и с и как мы они собираются участвовать позитивно например во взаимоотношениях азербайджана вот это я думаю что элемент он пока что нависает в этом нет ясности и я надеюсь что эта ясность будет после того как придет новый человек вместо шарла мишель фархад осталось немножко времени напоследок я хочу вам задать вот такой вопрос связанный с таким из последних событий глава аппарата премьер-министр армении а рак а рак а раи карутинян сделал весьма оптимистичное заявление в контексте урегулирования числе прочего он заявил мы видим возможность согласования тех пунктов которые еще не согласованы сакраментальный вопрос верить не верить ну сегодня и министр иностранных дел армении в парламенте сказал что остается согласовать 1 1 2 формулировки текстами договора то есть видно что процесс пошел нужно понимать что есть внешние факторы которые влияют на ускорение или замедление процесса на сегодня они уже большинстве своем остается только в принципе по-серьезному остается только выбора сша то есть прошли выборы европарламент российско-украинского не уже затишье боль внешние игроки больше способствует уже я так понимаю там перемирию нежели там способствует войне и так далее по крайней мере вот на сегодняшнее время это чувствуется грузии прошли выборы в течение недели 10 дней я думаю что уже там стаканится дело как минимум внутренняя легитимность будет обеспечена если не случится чего-то это тоже как вариант можно рассмотреть вот то есть процессы такие что они покажут что все основные события которые влияют они или прошли или живут через неделю 10 дней пройдут так скажем поэтому плюс есть предложение внешних актов да и внутри тоже которые лучше которых может и не быть ближайшее будущее есть заинтересованность например у сша есть максимальная заинтересована администрации банк будет есть максимальная заинтересованность в этом народе есть предложение о которых мы не знаем какие господин карпентер довел это до президента алиева и до премьер-министра пашина есть за вовлеченность ирана вот свои дела на ближнем востоке меньше внимания сюда но их заинтересованность в том чтобы не менялись границы процесс программе идет вперед иранцы вроде должны успокоиться их заинтересованность вот у россии ну как сказал лавров бог с ними да по мирному договору с азербайджан то есть пусть сами здесь смогут пусть решат для нас главное транспорт чтобы там зафиксировать свою позицию в армении на территории армии по транспорту то есть и здесь какая-то заинтересованность у турции есть заинтересованность во всех темах азербайджана во всех тем потому что это главное предусловие для нормализации отношения с арменией и как они это продадут на западе тем же самым в соединенных штатах прагматизм да у всех есть это интерес сходятся звезды карты кто кто как хочет сходятся лучшие предложения сейчас потом мы получим еще лучшее предложение я не думаю я не думаю поэтому есть какое-то окно возможности я думаю надеюсь что лидеры воспользуются этим там где-то пока опять же да как цель по каким-то формулировкам но опять же руководство армении непредсказуемо предсказуемо своей непредсказуемости вот и мы видим единственную страну францию которую не заинтересован ни в одном из этих треков абсолютно который вот высказал такую позицию что мы будем продолжать вооружать армении еще больше и тогда удивительная цифра вот завершим на это значит вчера были обсуждения по бюджету республики они сказали о том что повышается значит военный бюджет на 20 процентов по сравнению с прошлым годом это где-то 300 миллионов долларов потом они рассказали о том что у них будет дефицит бюджета где-то в пределах военного бюджета армении весь военный бюджет армении это дефицит бюджет кто покрывает бюджетный бюджетный дефицит армении какие финансовые институты первую очередь франция потом идет там соединенные штаты америки тогда там подобно поэтому вешать вот ту же самую цифру я не говорю весь бюджет но вот элементы 75 миллионов два раза выделила франция на этого 150 миллионов увеличили не саде другие финансовые институты уже на подходе и так далее то есть увеличение военного бюджета армении на 20 процентов на 30 процентов происходит за счет покрывание бюджетного дефицита ровно на такую же сумму со стороны западных партнеров высвобождают средства сами дают деньги на покрытие дефицит и сами же тратят на покупку оружия из своей жизни то есть лапшу вешать на уши о том что это суверенное право армении у них есть деньги они покупают нам не надо это делается за счет того же французского бельгийского американского платежика поэтому есть единственная сторона франция которая не заинтересована в нормализации отношений между азербайджанами и армии на сегодняшний период и они будут предпринимать действие смогут они убедить пашинянам что в будущем будут еще лучше тогда мы не получим прогресса но если не смогут и тот элемент что ни один пашинянамский канал не опубликовал интервью посла франции дает нам хоть какую-то надежду на то что эти увещевания франции не дадут своего результата и они пойдут на какие-то решения с азербайджаном а как мы будем следить как за развитием событием также за вашими комментариями по поводу этих событий а также с нетерпением будем ждать вас снова в нашем эфире спасибо вам за этот разговор всего хорошего спасибо уважаемые зрители с нами был пархат моментов до новых встреч